Всем привет! С вами Диана Суворова и в эфире моя любимая рубрика Бюджетный шок, где я вместе с вами тестирую новинки бюджетной косметики. В сегодняшнем видео я протестирую целую коллекцию новую от бренда Patricia Lido. Вообще Patricia Lido продается только в магазинах Evo в Украине или же ее можно купить еще на сайте eva.ua online. Если вам интересны такие видео, где я тестирую новинки бюджетной косметики, если вы хотите быть в курсе всех последних запусков, прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, кломка подписаться здесь вот внизу и нажимайте на колокольчик, тогда YouTube оповестит вас, когда у меня выйдет новое видео и вы ничего не пропустите. Наверное начну свой макияж, как обычно, с бровей. И здесь у меня карандаш для бровей очень интересной формы. Я уже такие последнее время встречала, бренды как будто бы сговорились. Или же существует какой-то завод, который придумывает какой-то, знаете, форм-фактор, какую-то, не знаю, какую-то штучку и фишечку, и все бренды начинают там заказывать. Я не знаю. Вот такой вот карандаш для бровей и наконечник, щеточка у него. Видим? Маленькой зубной щеточки. Я уже тестировала недавно. Вот грифель у этого карандаша, такой вот утюжок, как вы видите, да? Я себе выбрала оттенок 02 этого карандаша. И вот мне очень нравится этот наконечник. Это такая удобная щеточка. Ну вообще ей так приятно делать массаж бровей. Она какая-то очень мягкая, не колется. Ну в общем намного приятнее, чем обычная щеточка. Вот она на самом деле предназначена для того, чтобы просто растушевывать продукт внутри бровей. Делать их такими более натуральными. Оттенок мне подошел этот второй. Не сильно теплый, не сильно холодный. И в принципе нормальный. Очень нравится вот эта щеточка. Удобно ей вот так вот, знаете, убирать остатки, излишки продукта. Если где-то много нанесли, можно чик-чик. И все, она как бы как ластик убирает. Очень прикольная форма. Пока буду делать макияж глаз. Наклею себе патчи под глаза. И сейчас мы будем уже переходить вот к этой палетке теней. Вообще в последнее время мне очень нравится такая гамма. Устала я от теплых, каких-то рыжих оттенков, от каких-то ярких. И, конечно же, эта палетка отлично подходит для моего любимого макияжа в последнее время. Шоколадный смоки айс. Так, я вам поближе покажу эту палетку. Здесь вот классный темно-коричневый матовый. Под ним, вот вы видите, красивый такой, немного сатиново-шиммерный коричневый. Много светлых оттенков. Пигментированная палетка. Оказалось, классные оттенки, такие мягкие и шелковистые. В общем, здесь собраны практически все оттенки, которые нужны для повседневного макияжа. Ну и, конечно, она очень универсальная, потому что подойдет для любого подтона кожи, для любого цвета глаз. Прежде всего, я буду начинать с самого темного оттенка на все века. И, скорее всего, растушевывать буду вот таким. Под бровь добавлю один из светлых. В общем, всего лишь три оттенка и макияж будет готов. Немного осыпаются тени, но хорошо растушевывается. В общем, классно выглядит. Такая вот базовая недорогая палетка, мне кажется, очень удачная вышла. И буду пробовать сейчас вот такой вот лайнер-фломастер в черном оттенке. И буду немножечко подводить вот ресничный край. Совсем чуть-чуть, чтобы ресницы были более черные. Ресницы буду красить тушью тоже вот в таком золотом тюбике Volume Express. В принципе, очень люблю туши для объема. Ого! Здесь такая большая силиконовая вот такая щеточка с мелкими-мелкими ворсинками. Давайте посмотрим, как будет красить. Да, очень быстро прокрашивает эта тушь ресницы. Оставляет много туши на ресницах. За счет этого просто вот хватает пару раз, чтобы нанести тушь и получить объем. По-моему, это тоже точно оправдывает свое название. Экспресс Volume, то есть очень быстро красит ресницы. И, конечно же, они получаются объемные за счет того, что на ресницах просто очень много туши. Если вы любите больше разделения в ресницах, то этот уж точно не для вас. Если любите прям такие массивные ресницы, это вам понравится. Сейчас буду использовать BB-крем от Patrice Lido Stoil. Он около 100 гривен. Здесь 30 миллилитров. И написано, что он содержит витамин Е. Выравнивает тон лица, увлажняет, улучшает эластичность. Также он содержит SPF, но не написано, в какой степени. То есть не написаны проценты и значения SPF, к которому я привыкла. Так, сейчас я его нанесу. У меня в самом светлом оттенке. Вот он такой, знаете, довольно густой. И вот сейчас вот растушевываю. И кажется, довольно легкой текстурой. В принципе, такой, как и должен быть BB-крем. Легкий-легкий. Аромата никакого не чувствую. В общем, буду растушевывать его спонжем. Предварительно я немного нанесла увлажняющего крема на лицо. И наношу сразу BB. Покрытие, как вы видите, у него очень легкое. Финиш у него вот такой вот сияющий. Не могу назвать его влажным, но свет он хорошо отражает. Есть вот небольшая липкость у него. Хотя прошло где-то минут 5, как я его нанесла. Хочется слегка, конечно, припудрить. Вот блестящий носик и лоб, и подбородок. Щеки могут, конечно, вот так вот блестеть. Я думаю, что он действительно, как и заявлен, увлажняющий. Хорошо подойдет для сухой кожи. Возможно, для нормальной, жирной и комбинированной. Не знаю, если нравится вот такое сияние, то возможно. Вообще, он, конечно, невидимый на лице. Очень хорошо распределялся и руками. И вот я потом спонжем поправляла, где нужно. Все отлично ложится. Но, как вы видите, сквозь него все-таки проглядывает. И румянец, и всякие там веснушки. Очень легкое покрытие. То есть, такое, в принципе, как и должно быть у BB крема. Следующий продукт я буду наносить вот такой вот консилер от Patrice Lido. У меня тоже в самом светлом оттенке. Это, по-моему, оттенок 1. Он слегка с розовым таким подтоном. Так, ну что, сейчас нанесу, распределю. Посмотрим. В общем, у него покрытие оказалось среднее. Не такое full coverage, как я думала. Но среднее, хорошее покрытие. Он хорошо усаживается слегка. Такой, знаете, как будто бы увлажняющий. Такая, знаете, остается от него небольшая липкость. Можно его и припудрить. И буду использовать вот пудру из прошлой коллекции. Она мне очень нравится. Приятная такая, шелковистая. Я немножко припудрю вот тут консилер. И T-зону. И следующее, что я буду тестировать. Вот такая вот палетка для лица. Называется Step by Step. Почему-то вспомнила сразу группу New Kids on the Block. Это популярный бойз-бенд в 90-е. Там была песня Step by Step. Что-то я ее вспомнила и прям захотелось ее переслушать. Палетка для лица состоит из трех оттенков. Здесь хайлайтер, также оттенок для контурирования и румяна. Итак, здесь вот хайлайтер довольно такой, знаете, деликатный. Не могу назвать его прям супер каким-то светящимся. Но красивый, такого молочного оттенка. Что касается контуринга, вот на кавере он вроде выглядит, ну, таким подходящим оттенком для контурирования. Но на самом деле мне этот оттенок больше напоминает румяна. Потому что он с легким-легким таким шиммером. Приятный, шелковистый, но все-таки с шиммером. А я привыкла, что оттенки для контуринга должны быть матовые все-таки. Мы же создаем тень на лице. И очень красивый оттенок румяна, такой вот розовый. Палетка, кстати, недорогая. Она стоит тоже около 100 гривен. Ну, давайте попробуем. Я нанесу, наверное, для начала вот этот оттенок для контурирования. У меня будет что-то вроде, я не знаю, румян, наверное. Для моего оттенка кожи скорее это что-то вроде бронзера-румян. И он уже, видите, переливается вот так вот на лице. Вот. Так, сейчас я наношу еще немножечко вот хайлайтера поверх моего такого контурирования или бронзера. Видите, он очень тоже такой легкий получился. Так, еще нанесу так на яблочки щек. Макияж лица я закончила. У меня здесь есть несколько помад, которые я хочу вам показать. Это три разные линейки, которые вышли у Патрисия Лидов. Первая помада, которую я вам хочу показать, это помада с шиммером. Она так и называется, помада с шиммером. И если присмотреться вот к свочу этой помады, например, то можно видеть внутри этой помады мелкие такие вот блесточки. Это, конечно, на любителя. Я любитель матовых помад. И вторая линейка вот такой вот упаковки черная с золотом. Это уже такие, знаете, классические помады. Мне понравилось несколько оттенков. Оттенок номер два. Вот такой вот теплый нюдовый оттенок. И оттенок номер три. Они чем-то похожи, но третий оттенок чуть-чуть более розовый. Это кремовые помады. Я их уже пробовала. Вот эти два оттенка мне прям очень понравились. Но помаду, которую я хочу сегодня нанести, я когда ее попробовала в магазине, увидела этот оттенок, я просто влюбилась. И буду сегодня как раз ее наносить. Это вот такая странная помада. Она называется как-то Duo Matte & Shine. И с одной стороны это вот такая вот помада матовая. Этот оттенок мне прям очень понравился. 0,2. И с другой стороны это блеск тоже с крупным таким вот шиммером, блестками. Эту сторону я не буду сегодня использовать. Я буду наносить только вот эту матовую помаду. Очень пигментированная эта помада. На губах я бы не сказала, что она прям сильно матовая. Она скорее кремовая, приятная, комфортная. Конечно, идеально подходит к сегодняшнему макияжу. С этой помадой я сегодня как раз и буду ходить целый день. И в конце этого дня мы с вами увидимся, чтобы посмотреть, как вся косметика работала. И я поделюсь своим окончательным мнением. Сейчас идет дождь. Я вышла на балкончик. Вот так вот вся косметика выглядит на мне. Сейчас повернусь в разные стороны. Покажу вам. Очень красиво все выглядит. Едет мотоциклист. И заглушает мне все. На меня капает уже дождь. Так что мы с вами еще увидимся в конце этого дня. Сегодня была идеальная температура для тестирования вообще косметики и тонального крема. Потому что сегодня было 20 градусов. Моя самая любимая летняя температура. В общем, тональное, как вы видите, у меня на месте чуть-чуть поблескивает вот в этих местах резона. Так, в принципе, все держится очень хорошо. Тени вообще не потускнели. Как прибили, так и держатся. Так что мне еще тушь вообще тоже не осыпалось. Все на месте. Даже с уголочкой вот здесь вообще ничего не осыпалось. Сейчас еще в зеркало посмотрю. Это все на месте вообще. Вот что слезло, конечно, так это помада. Она, конечно, не стойкая, но очень красивая и комфортная. Так что это такая классическая помада, не застывашка. Вот. Что думаете о коллекции? Возможно, что-то пробовали из по 300 ледов? Пишите в комментариях. Ну, а мы очень скоро увидимся в новых видео. И всем пока!